Здравствуйте! В эфире программа интервью. Я Ольга Могучая. И сегодня гость нашей программы Максим Хижняк, временно исполняющий обязанности начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Республики Хакасия. Здравствуйте, Максим Викторович. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, за что может быть привлечен человек к ответственности по противодействию экстремизму? Ну, хотелось бы дать понятие экстремизма. Экстремизм – это приверженность к крайним методам, к крайним взглядам. Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации. Росту экстремизма обычно способствует плохая социально-экономическая ситуация в стране, падение жизненного уровня населения. Экстремизм часто связан с насилием. Определение того, какие действия являются экстремистскими, даны в статье 1 Федерального закона номер 114 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности. Человек может быть привлечен к уголовной ответственности за любые проявления экстремизма, в том числе, в частности, разжигание национальной, религиозной розни, публичное оправдание терроризма, финансирование экстремизма и терроризма. Какая ответственность предусматривается за эти нарушения? За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, несут уголовную, административную, либо гражданско-правовую ответственность. За преступления экстремистской направленности предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы. Достаточно суровое наказание. Вот скажите нам, часто молодые люди, сами того не зная, размещают на своих страницах какую-то информацию, картинки, ролики, которые нарушают закон. Вот что нужно им знать, чтобы не стать нарушителями? Ну, во-первых, необходимо ролики, вообще любые материалы, размещаемые на своей страничке в социальных сетях, проверять по федеральному списку экстремистских материалов, который размещен на официальном сайте Министерства юстиции. Российской Федерации. Во-вторых, при размещении роликов нужно просматривать содержимое, допустим, того же ролика, либо картинки. И предварительно там несложно определить, содержатся ли признаки экстремизма или нет. Максим Викторович, вот вы рассказали сейчас, что такое экстремизм, а вы можете привести какой-то конкретный пример? В 2015 году житель города Черногорска разместил на своей личной страничке ВКонтакте несколько видеороликов, которые признаны решением суда экстремистскими. Данные ролики он разместил с целью разжигания национальной розни. Был осужден на 230 часов трудовых и работ. И также хотелось сказать, что через полгода он совершил подобное преступление. Сейчас проводится проверка в рамках уголовного дела. Расскажите нам, в учебных заведениях какие проводятся профилактические работы с подрастающим поколением? За каждым учебным заведением в республике Хакасия закреплены сотрудники участковых, уполномоченных полиции, отделов по делам несовершеннолетних. Данными сотрудниками проводятся классные часы, лекции, профилактические беседы с преподавательским составом, с учащимися. Разъясняется уголовная и административная ответственность за преступления и правонарушения экстремистской направленности. Более того, в вузах, учебных заведениях, в некоторых, разрабатываются планы профилактики экстремизма, создают рабочие группы, проводят разнообразные профилактические мероприятия. Максим Викторович, расскажите нам, как часто выявляются преступления экстремистской направленности в социальных сетях? К примеру, за 2016 год сотрудниками полиции выявлено 7 преступлений такой направленности. Это по статье 282, статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации и 9 правонарушений за распространение экстремистских материалов и публичную демонстрацию свастики фашистской атрибутики. Это статья 2029 и 20.3 КОАП. В текущем году, за прошедший период, выявлено 2 преступления по 282 и 2 правонарушения по 2029 за распространение экстремистских материалов в сети интернет. И кто совершает эти преступления? Данные преступления совершают молодые люди от 16 до 25 лет. А какие именно это преступления? Это преступления, связанные в основном с распространением экстремистских материалов или разжиганием национальной религиозной розни в сети интернет. А какую работу вы проводите относительно приезжих граждан? Ну, у нас налажено взаимодействие с национальными диаспорами. Осуществляется обмен информацией, разъясняется ответственность за преступления экстремистской террористической направленности. Более того, совместно с Управлением по вопросам миграции проводим профилактические рейдовые мероприятия в местах массового скопления иностранных граждан, в местах работы, базы торговые, тепличные комплексы. Также проверяем места компактного проживания иностранных граждан. Вот расскажите нам, куда обращаться людям, если они стали жертвой или свидетелем экстремистских действий? Необходимо обращаться в дежурные части полиции, либо непосредственно в Центр по противодействию экстремизму по телефону 237340, телефон доверия МВД по республике Хакасия 23638, с мобильного телефона 02, либо 112. И вот расскажите нам, как действовать нашим гражданам, если они заметили возле себя какие-то подозрительные предметы, коробки, сумки. Что нужно делать в этом случае? Необходимо в первую очередь сообщить в полицию, зафиксировать время обнаружения предмета, не трогать, не передвигать, не прикасаться к находкам, к найденным предметам, постараться, чтобы люди отошли как можно дальше, не допускать прохода граждан и дождаться сотрудников полиции. Максим Викторович, и какой совет Вы дадите для наших школьников и студентов, чтобы они были более бдительны, когда размещают какую-либо информацию на своих страницах в соцсетях? Ну все-таки хотелось, чтобы материалы, размещаемые школьниками и студентами, проверялись на предмет содержания экстремизма, разжигания розни, национально-религиозной. Почаще посещали федеральный список экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции. И также при выявлении подобных роликов в сети интернет, хотелось бы, чтобы люди не оставались равнодушными и сообщали в органы, в правоохранительные органы. Максим Викторович, я благодарю Вас, что Вы выделили время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok